Несмотря на то, что зимние игры в Сочи только завершились, глава государства считает, что уже сейчас необходимо приступить к подготовке к Олимпиаде 2018 года и обратить внимание на те виды спорта, где результаты явно не соответствуют нашим возможностям. Это касается кёрлинга, а также сноуборда, шортрека, лыжного двоеборья. Говорили и о развитии массового спорта. По мнению Путина, он должен стать более доступным. Одна из инициатив в этой сфере – возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Указ о старте этого проекта президент уже подписал. При этом решено сохранить и старое название «Готов к труду и обороне». В рамках обновлённого ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет. Вместе с тем, запуск программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятий спортом. Нам нужна сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов, необходимые современные, удобные для занятий спортом физической культуры, в том числе на открытом воздухе. И, конечно, следует вполне задействовать и укреплять спортивную инфраструктуру общеобразовательных школ. Стимулом развития массового спорта всегда были соревнования, поэтому регионы должны создать все условия для занятия любыми видами спорта. В федеральном бюджете еще остались средства, заложенные на игры в Сочи, отметил президент, и государство готово их потратить на строительство спортобъектов. Кстати, Краснодарский край – один из немногих регионов, где программу по развитию массового спорта реализуют уже несколько лет. В крае уже действует 546 спортивно-игровых площадок, десятки спортивных комплексов, 14 бассейнов, 13 ледовых дворцов, реконструированы стадионы и спортивные базы. И все они востребованы. Культ спорта сегодня в крае есть. И как следствие, около 2 миллионов из 5 миллионов, хочу подчеркнуть, проживающих в крае занимаются спортом. Это действительно хороший показатель, он уже приближается к европейскому уровню. Поэтому мы и дальше будем развивать это направление. Задача такая, чтобы в каждом муниципалитете был свой ледовый дворец, свой бассейн, стадион, 10-20 плоскостных игровых площадок, спортивные школы. Кстати, практически 40% учащихся всего края занимаются в детской спортивной школе. Это тоже здорово. Поэтому мы понимаем прекрасно, что за всем этим стоит здоровье, прежде всего, жителей нашего края. Ориентироваться на опыт Кубани предложил другим губернаторам на заседании президентского совета министр спорта России Виталий Мутко. Он не раз бывал в нашем регионе и посещал спортивные объекты, в том числе город спорта в Краснодаре. Регион в последние годы тратит значительные средства на развитие массового спорта. В прошлом году объем финансирования составил более 11 миллиардов рублей. В районах продолжается строительство ледовых дворцов. Зимние виды спорта, такие как фигурное катание и хоккей, в южном регионе теперь на пике популярности.